В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах инспекторы ГИМС Самарской области ведут профилактическую работу в акватории реки Волга. Каждый день сотрудники МЧС проводят патрулирование, останавливают маломерные суда, проверяют документы и наличие спасательных средств. Осенью попадание в холодную воду без спасжилета может обернуться для судоводителя плачевно. Если есть нарушения, будем выносить постановление согласно Кодексу административных правонарушений. Основные нарушения это по статье 11.8, это эксплуатация маломерных судов, это люди с незарегистрированными маломерными судами, без технического освидетельствования осмотра. Также в основном нарушения без документов, отсутствие судового билета, доверенности или удостоверение на право управления маломерным судом. Некоторые лодочники забывают о том, что удостоверение действительно в течение 10 лет. За сроком действия документов внимательно следят инспекторы. Как отметил инспектор Сафронов, люди стали более ответственными и в этом году судоводителей в алкогольном опьянении он не встречал. Отдыхающих на воде уже нету, только рыбаки, ну как они, тоже отдыхающие. В основном одни рыбаки остались. Происшествия с маломерными судами аварий в этом году у нас было 4. Один человек погиб, трое человек спасли. За аналогичный период прошлого года произошло на одну аварию меньше. Количество погибших осталось неизменным – один человек. Спасенных, соответственно, два. За 2020 год силами Центра ГИМС по Самарской области было выявлено 463 нарушения. Самая большая статистика – отсутствие технического осмотра. То есть люди либо забывают, либо просто игнорируют, думают, что их никто не остановит. А по этой статье штраф не маленький – от 5 до 10 тысяч. Самый большой штраф у нас это за незарегистрированные – от 15 до 20. Но таких людей не особо много. Сегодня было выполнено плановое патрулирование акватории Волги – устье от Затона Сухая Самарска до Кривуши. За все время рейда нарушителей выявлено не было. Останавливают. Две недели назад останавливали. Вот какие документы проверяют? Право, судовые. Документы на водное средство. Все в порядке у вас? У меня все в порядке. На воде давно. Как бы у меня с детства родители вообще уже… Даже у меня еще не было, уже отдыхали. Довольно. Бывают случаи, когда нарушители пытаются скрыться от инспекторов ГИМС и уплывают в противоположную сторону. За такими судоводителями организовывается погоня. Информация о нем передается другим патрульным службам, которые находятся впереди по ходу движения. И они перехватывают беглеца.